В Первой городской больнице с получением альбуминов всегда были большие проблемы. Но лишь до того момента, пока Брянская областная станция переливания крови не возобновила производство этого ценного препарата. Среди ожоговых пациентов, проходящих через отделение реанимации Первой городской, 20% – дети. Больницы в основном работают на скорую помощь. Все травмированные больные из города поступают сюда. То есть кровь, плазма всегда у нас были в достатке. С альбумином были проблемы. Сейчас эти проблемы решены. То есть все, что нам необходимо, мы все получаем вовремя в достаточном количестве. Немаловажный факт. Региональным больницам теперь не придется выкладывать огромные суммы на приобретение столь необходимого пациентам белка. Своё-то оно в разы дешевле. Что касается по обеспечению лечебных учреждений Брянской области, но это условие было областной администрацией, что инвестиции, вложенные в нас, должны принести какую-то прибыль. А прибыль они могут приносить только тогда, когда вот этот препарат, он бесплатно выдается в лечебные учреждения для тяжелобольных, потому что он применяется исключительно для тяжелобольных. И тем самым снимает финансовую нагрузку с лечебных учреждений Брянской области, которые бы деньги, которые они должны были тратить на закупку этого препарата. То есть денежные средства могут быть направлены по другому направлению. Закупка новых, других лекарственных препаратов, либо же повышение заработной платы. Но это уже у посмотрения руководителя лечебного учреждения самостоятельно. Это сейчас тут всё стерильно, и случайному человеку без специальной одежды путь закрыт. Маститы и фармацевты готовят жизненно необходимый альбумин. А ещё два года назад в станции переливания крови была остановлена лицензия, дающая право заниматься производством этого и других сложных лекарств. Объяснили при проверке, что производственные мощности станции переливания не соответствуют современным требованиям. Решение, конечно, принималось на уровне губернатора. При нём было собрано совещание, посвящённое, что делать с производством. Им было принадлежно принципиальное решение, высказанное, что производство нужно сохранить. Второе, что Николай Васильевич поручил сделать, это сохранить кадры, которые были на станции. Это более 40 человек, персоналы этого отдела. Ни в коем случае их не увольнять, не отправлять в отпуска для содержания, сохранить за ними среднюю заработную плату, направив их на другие участки работы. Руководство областной станции переливания крови в конце прошлого года оформило право на получение новой лицензии на производство лекарств и работы закипели. Из региональной казны было выделено 40 миллионов рублей. Смонтированы системы чистых, буквально стерильных помещений и водоподготовки. Готовились фармацевты к худшему, но надеялись на лучшее и не прогадали. Процесс пошел и довольно успешно. С января месяца где-то в месяц мы производим три серии альбумина. Каждая серия составляет объем от 15 до 18 литров. По результатам шести месяцев партии, которые будут отобраны на сертификацию получения регистрационных удостоверений, будет произведена их сертификация регистрационных удостоверений. Я думаю, что через полугодие, в конце этого полугодия, начало следующего, наш препарат уже пойдет в лечебное учреждение области. Кстати, Брянская станция переливания крови из 18 российских производителей альбумина – единственная федерация, оснастившая свои производства по стандартам GMP. К тому же полученная лицензия дает право изготавливать не только альбумин 10% и антистафилококковый иммуноглобулин, применяемый при лечении воспаления разной тяжести. Перечень препаратов велик. Расширять его медики станции переливания уже готовы. Тем более, что возможности для этого есть. Самые лучшие в России.